МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле действует несколько рынков, на которых могут работать индивидуальные предпринимательники, а центральный рынок, в частности, их самый большой, сегодня тут створено 1700 гандлёвых мест. За опошний месяц у администрации рынка тримали ящик или 40 заяв на аренду свободных площадь. Правда, раннейшие массовости на рынку по кульнима. Некто гандлюе белорусской сертификованной продукцией, некто импортной. Отповедные документы гэтые предпринимательники подрактовали ящик летать, что, правда, не самым становшим чином отбилось на реализации продукции. За товары, як и непосредственно сертификаты, различивались о валюте, курс, якой узрос, а продавать необходно у белорусских рублях. Хоть у большинства не оказалось и таких папер, оптовые парты, якие можно набыть у замежи за усими необходными супроводжальными документами, реализовать у Гомеле просто немахчимо. Мы встречались когда-то в госконтроле с директором Могилевских баз. Они ездили в Турцию, они ездили в Индию. Там партии должно быть 10 тысяч. Вот представьте, на наш город, на нашу область привезли 10 тысяч одинаковых юбок. Кто их купит? Вот это называется опт. У нас маленький опт. Мы привезли 50 единиц. Люди едут с двумя сумками. Какой это опт? Нельзя сказать, что управление Аббаспожил Союза, якому належит центральный рынок, да проблем индивидуальных предпринимательников, относятся бы якого. Каб сменшить их выдатки, тут вы решили значно знизить кошт аренды гандлёвых местов. На тем же другим по версии гандлёвого центра, например, за квадратный метр, что месячно, теперь необходно платить усяго 48 тысяч рублёв. Это прикладно у 15 разов меньше, чем у приватном гандлёвом центре, что находится побоч. Хочу сказать, что за 2015 год мы шесть раз снижали арендную ставку по просьбе предпринимателя. Совместно с ОПО Союзом, с собственником, мы идём предпринимателям на встречу. То есть мы никому не отказали по снижению арендной ставки на сегодняшний день. И уже обращались в январе месяце 2016 года, мы снова снизили арендную ставку. Но в среднем от 10 до 20 процентов. По даденных администрации Гомельского центрального рынка у ОПО не означается тенденция вертания предприниманников на працованные месяцы. Сами ИП кажут, что яны не супрасть отновить работу, а ли законодавство необходно конкретизовать. На то же детячее отдение, саправды, необходно иметь сертификат, а ли есть речи, якими можно было бы гандлевать и без ягу. Есть необходимый товар. Это бельевая, может быть детская, но такое, как куртка, как пуховик, сумка, чемодан. Зачем на это сертификация? Я считаю, что это лишняя работа. Люди не хотят заниматься аферами, они хотят торговать честно, без обид и не бояться. Протягиваем выпуск. Делегация из ирландского города Корк наведывая Гомельскую в область. В уголе супрацовницы в Беларуси и Ирланды 30 годов, а ли в таком великом составе гости приехали в Першиню. Сегодня они с устрелись с керавницей Гомельского горного конка, мы обмерковали выники суместной работы в гуманитарной сфере. Сустрейши пошла с правитальных слов двух мэров Гомеля и Корка. Петр Керышенко рассказал гостям об основных историчных вехах Беларуси и уприватности Гомеля. Обтымьяк одражали областный центр после Великой Отшины и каким ударом стала Шарнобыльская катастрофа. Дарыш Ирланды – одна из первых краин, которая 30 годов тому пошла оказывать гуманитарную допомогу потерпелым районам Гомельской области. За этот час было озроблено шмат. Так, на оздоровление у Ирланды побывало свыше 25 тысяч белорусских детей. Еще один накерунок доброшенной деятельности – поддержка семьев, которые выховывают приемных детей альбо инвалидов, и допомога детям, которые имеют потребность в паллиативном догляде. А кроме того, Ирландский бок спонсировал для маленьких пациентов с сердечными патологиями проведение широкого операций в кардохирургическом центре в Минске. В плане визита гостей – наведывание Ельского района и поездка в Чарнобыль. Их это не просто экскурсия. Ирланды проймают финансовую делу по доунествии нового саркофага для атомной электростанции. Делегация заинтересована в том, чтобы увидеть, посмотреть все своими глазами, увидеть саркофаг. Они также заинтересованы посмотреть, какие работы ведутся на сегодняшний день в Чернополе, потому что Ирландия – одна из немногих стран, которая также везет финансовую поддержку нового сооружения, сооружения нового саркофага. И на сегодняшний день они уже финансировали порядка полутора миллиарда евро. 15 лютого в Минску отбудется финал конкурсу «100 идей для Беларуси». Там свои новоценные проекты будут презентовать и представники Гомельской области – переможцы регионального этапа. Как лепши подать свои идеи потенциальным инвесторам, как досягнуть успеху, им рассказали по шаст тренингу в бизнес-школе. Петр Боровых з'является консультантом и советником по инвестиционным стратегиям. Працует в Нью-Йорке. На его думку, как продать проект, хапает усяго десяти слайдов. Это достаточно, чтобы раскрыть все эти бизнес-идеи. У США такие способы представления проекта инвесторам довольно распаусюджены. Сам эксперт ведает, об чем говорить. Эта методика не раз допомагала ему знать гроши для властных проектов. Причем подходит такой способ презентации, как для бизнеса, так и для социальных идей. А пошлих, до речи, в финале конкурса 100 идей для Беларуси – Каля Половы. План презентации из десяти слайдов, чем он хорош? Тем, что он абсолютно может использоваться во всех сферах, для всего, для чего угодно. Социалка, бизнес-идеи, чтобы получить инвестора, бизнес-идеи, чтобы получить партнеров, презентация себя, чтобы получить работу. Если не существует бизнес-модель для социалки, пожалуйста, просто покажи, как ты можешь в пятом слайде, допустим, просто покажи, как ты можешь затронуть больше объем людей, как ты можешь их заинтересовать, какие у тебя выходы, какие у тебя маркетинг-каналы. Провести презентацию, складенную только с десяти слайдов, у стислый час и при этом расслумачить инвестору, чому ваш проект, самый важный, актуальный и головный пробытковый, не просто, а ле махчима. На экран выводится только самое головное, остатнее подается на словах. Прыклады только реальные. Презентации вядомых и поспяховых компаний дозволяют слухачам лепш зразуметь, як это працуе, разбирают и их проекты. Парады специалиста пойдут на корысть. Самая основная вещь – определить проблемы, которые будет решать мой проект. И как раз услышал здесь пару очень дельных советов, пару дельных и конкретных советов, которые помогут мне в будущем, наверное, справляться с этими вопросами гораздо быстрее. Максим Савин, Олеся Рудзянкова, Валера Игапанько, телерадио «Компания Гомель». У Гомельской областной универсальной библиотеки «Мя Ленина» стартовал новый культурно-осветницкий проект «Год культуры у библиотеки». Его отправной кропкой стала соустройща шитошоу с мастацвознауцем, наместником директора библиотечной установы Олегом Ананьевым. Удельниками проекта стали 25 молодых людей. Его реализация запланована на весь будущий год. В программе с устречшись с ведомыми гомельскими мастаками, режиссерами, актерами, скульпторами и иншими дейшими мастацтвау. А кроме того, у молодых людей з'явится махчимость наведать шерых концертов, выстав и спектакляу. В иннике проекта подведе экспозиция творчести «Артмикс», на какой молодые люди проставят свои дебютные творы. Культурно-просветительский проект «Год культуры в библиотеке» адресован в первую очередь молодежи. Мы выбрали училище строителей, именно преднамеренно не специализирующиеся на освоении искусства, для того, чтобы дать им представление о том, что такое современное искусство, о том, что творцами этого искусства являются наши земляки, и побудить их даже к сотворчеству. Я в спорте. У рамках 39-го тура национального чемпионата по хоккей Жлобинский металлург примал на своем лёдзе лидера першинства Солигорский шахтёр и обыграл его с ликом 4-2. А хоккейный клуб «Гомель» примал «Динамо Молодежна». Молодежна покуль по выниках регулярки займает пятое место у турнирной таблицы, на некольки баллов операжающий металлург. Для достатково молодой команды чемпионаты деп больш-меньш поспехова. «Гомель» в свою чаргу смагается за максимально высокую позицию. Максимум эта самонадеянность стала перешкодой для рыси на самом початку матчу. Энтузиазму больше было у гостей. Яны у парта сядели каля ворот господару, покульты не взяли себе у руки. С другой половы первого периода гомельшане гуляли по своих правилах. До перепынку в воротах гостей оказались две шайбы аутерства Миколая Суслы и Андрея Башко. Гости у обороны стали выступать за уваженно слабей, за что и отрымали на другом адреску третью шайбу. А в опошнем периоде сформировался и кончатковый лик 5-0. Ребята играли до конца, были моменты, где могли забить. И молодцы, что стараются выполнять во втором-третьем периоде игровое задание. Победа есть победа и хочу всех поздравить с победой с этим. Эфир телерадо-компании «Гомель» на телеканале «Беларусь-3» сьогодняя пошнется у 18 годин 30 хвилин. У программе проект «Вяліки тур по Гомельским краю» и видеофильм «Олимпиада школьников Союзной Державы». Это и другие программы, а также информационные выпуски вы можете найти на нашем сайте www.gomel.by. На этом по колюсе у студии працавала Маргарита Швукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»